Всем привет! Сегодня у нас посылочки с сайта Алиэкспресс и одна посылочка с Азон. Ну давайте посмотрим, что же здесь такого интересного. Так, ну начнем с посылки с Азон. Вот в таком конверте в большом пришла. Ну посылка это такая, она не касается ни маникюра, ни домашних каких-то нужных вещей. И это посылка для кота. Да, вот такой ошейник, воротник, можно так назвать. Значит, для чего я взяла? У моего кота рана на ухе и уже с лета никак он не дает ей зажить. То есть начинает, ну с кем-то подрался, видимо, начинает заживать. Он ногой задней это все опять, ну, начинает, короче, чесать. И все это опять превращается в рану. Так, ну вот взяла, только не знаю насчет размера. Вот так называется она. Ну, самый дешевенький взяла, воротничок такой. Стоимость его была 170 рублей, по-моему. Вот такой вот. Вот, короче, попробую, не знаю, я ему сказала коту, говорю, теперь, говорю, будешь ходить в воротнике, пусть над тобой все коты теперь ржут в соседях. Будешь как дурак, говорю, ходить с этим воротником. Ну вот насчет размера я не знаю. Короче, здесь вот у нас такие липучки, которые регулируют размер, держат очень хорошо. Кольцо, вот это само для шеи, ну, я думаю, должно. Ну, посмотрим, короче. Не задушу кота, значит, напишу вам. Но я думаю, если даже он будет маловат, можно вот так немножечко ставить проем вот такой вот, и будет уже как-то не так давить. По крайней мере, он прочный. Я пыталась сделать сама, но у меня получился такой огромный воротник, что кот в шоке был, и, короче, сидел неподвижно несколько минут, и я его пожалела, сняла. Попробую, короче, не знаю. Здесь вот информация у нас все, описание, конечно, не на русском языке, но я думаю, и так все понятно. Может быть, этот воротник поможет ему хотя бы на какое-то время дать этой ране зажить. Ну, если есть у вас какие-то советы, посоветуйте, чем можно помочь. Ну, такая вот ерунда. Никак. Он у нас гуляет и на улице, и в доме живет. Ну, короче, проблема с этим. Так, следующая посылочка. Это уже касается маникюра. Здесь у нас вот такие фрезы. Одна фреза у нас какая-то получается непонятная. То ли это брак. Сейчас посмотрим поближе. Так. Ну, получилось, что все вытряхнуло. Так, сейчас попробуем найти. Я уже покупала такие фрезы, но только, по-моему, у другого продавца. Ну, почитала отзывы, вроде бы, как хорошие. Вот такое пламя с красной насечкой. И вот это вот непонятно что. Ну, я не знаю, если даже это ржавчина. Ну, что бы это ни было, она как бы идет на вот этой самой, на хвостовике. То есть, она никак не мешает, я думаю. А так, сами фрезы на вид вроде бы качественные. Вот я по пальцу шуршу, чувствуется, что она с хорошим напылением. Вот еще одну посмотрим. Рассмотрим. Ну, буду смотреть, короче, в действии. Здесь их в наборе, по-моему, 8 штук должно быть. Так, 4, 5, 6, а, нет, 7 штук. 7 штук в наборе. Ну, вот одна вот у нас с таким браком. Ну, хотя я не считаю это браком, но, тем не менее, неприятно. Так, дальше. Что у нас тут? Следующая посылочка очень нужная. Это маркер двухсторонний, несмываемый. Вот такой вот. Так, как вам показать его? Ну, здесь надписи на китайском. Но, тем не менее, может быть, кому-то будет полезно запомнить, как он выглядит. Ссылочку я оставлю обязательно. Перманентный маркер. Значит, здесь у нас два колпачка. Здесь у нас толстый кончик. Колпачки хорошо застегиваются, прям защелкиваются. И с этой стороны тоненький кончик. Кстати, снимала вчера обзор на гель-лаки. И как раз вот с помощью вот этого маркера я подписывала вот эти все. Вот видите, пальцем провожу. Они не стираются. Вот. То есть, то, что мне было нужно для подписывания всяких типс и так далее. Ну, вот сейчас что-нибудь, где-нибудь мы с вами напишем. Вот, допустим, пластиковые типсы. Что-нибудь напишу. Так. Ну, то, что первое пришло в голову. И вот сразу же провожу пальцем. Видите, она на месте. Она никуда не девается. Ну, возможно, вот здесь чуть размазалась, потому что не успела высохнуть. Высохнуть, вернее. Так. Это у нас тонкая сторона. И толстой стороной тоже так же. Здесь уже у нас более, получается, пожирней. Кстати, подписывала я, наверное, толстой стороной. Я что-то не помню. Так. Ну, и тоже дадим чуть-чуть под... Ах, не дали подсохнуть. Ну, короче, чуть-чуть надо дать подсохнуть. Вот это вот все. Пусть пока полежит. Так, сейчас еще раз я тут напишу. Все, пусть она высохнет. И пока будем смотреть следующую посылку. Она у нас будет высыхать. Вот так, чтобы она не мешала, не мозолила глаза. Так, следующая посылочка у нас касается вот как раз домашних нужд. Это я заказала вот такой. Как его правильно назвать? Корзина для стирки бюстгальтеров. Вот такой мешочек. Шел он долго. Ну, может быть, и есть где-то в магазинах наших. Но как-то я это все не смотрела. Не интересовалась особо. И вот такой вот решила. Посмотрите, какая классная штука. Честно скажу, раньше я такими не пользовалась. Здесь у нас, ну, я не знаю, сантиметров 20, наверное, вот глубина. Камеру просто не помещается. Здесь у нас имеется решетка внутри, которая защищает бюстгальтер от деформирования во время стирки. И вот такой замочек, который у нас отстегивается почти по всей длине. Вот чуть-чуть я тут не дошла. Вот. Сюда помещается белье. И, пожалуйста, в стиральной машине ничего не деформируется, не повреждается. Вот как-то так. Немножко тут тормозит, потому что не попадает ткань. Ну, выбрала самый дешевенький, самый такой простенький. Поэтому будем пробовать. По качеству очень хороший. Имеется даже вот такой здесь петелька такая у нас. Ну, видимо, для подвешивания. Не знаю для чего. И складывается так. Вроде бы на вид такой прочный, упругий. Так, и последняя посылочка. Здесь у нас маникюрные товары. Это две гель-краски от фирмы Розалинт. Я уже такие покупала. У меня заканчивается серебряная, бесподобная краска. Я везде, во всех дизайнах почти ее использую. Мне нравится. И вот уже заканчивается. Сейчас откроем. Запечатаны хорошо. С помощью фольги здесь все у нас запаяно. Чтобы никуда ничего не растеклось. Так. И сейчас я их открою. И мы с вами их протестируем. Кстати, вот пока я буду открывать. Я вспомнила, глянула на эту штуку. Ну, давайте попробуем. Ну, вот, видите. Время. Ну, минут сколько? Минуты три прошло. И вот она у нас, надпись эта высохла. И абсолютно не стирается никуда. То есть, хорошие маркеры. Очень рекомендую. Ссылку оставлю. Так, давайте теперь с красками разберемся. Так, ну вот, открыла я. Немножко у нас тут отсвечивает. Значит, одна у нас серебряная красочка. Такая же, как у меня. А вторую я заказала вот такую, ну, наверное, розовое золото. Давайте выкрасим. Так, как бы так поставить. И посмотрим на них. Состоит она из мелких таких частичек. Наверное, фольга. Скорее всего. Так, я надеюсь, видно. Очень плотная краска. В то же время она такая жиденькая. Ей можно делать какие-то линии, прорисовки в дизайне. А также делать серединки в цветочках. Я частенько вот делаю с этой краски. Она как бы имитация страз получается. Кто не любит стразики, вот, пожалуйста, как вариант. Где-то в серединках что-то прокрасить, какие-то рисуночки. Ну, в один слой я сделаю. Тут не обязательно сильно много его наносить. Потому что так как цельное вроде бы ногти не покрываем. Один там, допустим, ноготок какой-то. Ну, давайте сделаем два слоя. Вот первый сейчас просушим пока. И пока она та просыхает, нанесем вот эту. Да, красивое такое розовое золото, наверное, больше подходит наименование. Вот такой красивый оттенок. Баночки 5 миллиграмм в них всего. И несмотря на то, что они такие вроде бы высокие, у них двойное дно. Их там очень мало. Но, тем не менее, мне вот хватило надолго. Я уже не помню, когда я заказывала вот такую же баночку. Так, смотрите, как красиво выглядит. Так, как бы так показать. То камера глючит, не фокусируется, то лампа засвечивает. Ну, сушим первый слой. Вот, хочу показать. Такая же у меня аналогичная. Я тут всегда делаю сверху вот эти выкраски, чтобы видеть, где какой цвет. И посмотрите, вот ее там на донышке осталось, да? Вот, она уже заканчивается. Тут как бы еще, вот, как бы в этом месте находится дно. Вообще, получается, там ее очень мало. Но, тем не менее, ее хватает надолго. Ну, будем пользоваться. Так, давайте нанесем второй слой. Как раз тут подсохла у нас. Вот эта краска серебристая. Очень востребована во всех дизайнах. То есть, здесь у нас плотный цвет. Никаких нету ненужных лишних блестяшек. Блестяшек крупных, там, мелких. Ну, как вот есть разноцветные, голографические, всякие. А это просто плотный серебряный. То есть, серебро-серебряное. Вот такой вот красивый. В два слоя получается оттенок. Так, и пока сушится там у нас второй слой, мы наносим второй слой вот сюда. Вот здесь и так плотно получилось. Но, тем не менее, пусть будет два слоя. Так, ну вот. Теперь, я думаю, картина у нас полная. Так-то, что ж такое? Не фокусируется. Вот так красиво выглядит. Сушим тоже. Кстати, номера не сказала. А теперь уже вот я вам не переверну баночки, так как они открыты. Сейчас посмотрю и скажу. А381 это серебряное. А383 это розовое золото. И вот достала из этой же коллекции. Вот у меня, я же говорю, были серебряное и золотое. Если кому-то интересно, то вот смотрите, какая еще красота. Это тоже из этой же серии. В этот раз я решила розовое золото еще попробовать. Здесь у нас номер А400. Ну вот этой краски. Так, все, высохли. Красочки не имеют они. Ну как, они имеют липкость. Но, когда вы делаете тонкие какие-то прорисовки или какие-то тычинки там, ну что-то там, мелкие точечки какие-то поставить, то липкости нет. А так вот немножко есть. Конечно, остаточная липкость. Топом покрывать нужно. Так, ну все, на этом заканчивается небольшой обзор. Посылочек у нас было немножко, но тем не менее, мне хотелось с вами поделиться. Может быть, кто-то закажет что-то из этого. И тем более, уже начну я пользоваться. А то лежит все, накапливается посылки. Потом только снимаю обзоры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Впереди много новых интересных видео. Спасибо еще раз за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч.